Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим об аддонах к приближающемуся выходу World of Warcraft Classic. Собственно, модификаций очень много в игре. Какие-то модификации популярны, какие-то модификации не особо популярны на текущей версии игры, какие-то просто-напросто устарели, а какие-то просто-напросто не нужны, потому что вшиты в стандартный интерфейс текущей игры. Конкретно тот клиент, который дан нам на классике, он очень скуден в своем интерфейсе. Там не очень-то много таких возможностей, к которым в текущий момент привыкли люди, играющие в БФА. Например, кто-то только начал играть в БФА, кто-то начал играть, ну там, в конце катаклизма. И возможности классического интерфейса, они растут, растут, растут. Многие модификации реально в текущий момент вшиты в самый стандартный интерфейс игры. Но самое главное, стоит помнить важную мысль. Если вы хотите окунуться в те времена, когда еще только-только был запуск классика в далекие прошлые годы, то никакую модификацию вообще в принципе ставить не нужно. Это немножко нарушит представление об игре, изменит его. То есть если вы хотите посмотреть, как именно играли люди в самый первый World of Warcraft, в тот момент, когда еще не было никаких почти аддонов, никаких дополнений, то лучше поиграть без модификаций. Ну а если вы хотите упростить свою прокачку, или чувствовать себя чуточку лучше в рейде, к примеру, путем отслеживания дот, то, конечно, много модификаций поможет вам в этом. В текущий момент есть прекрасная ссылочка на гугловский документ, в котором предложено целых 92 ссылочки на какие-либо модификации. Какие-то модификации находятся в статусе релиза, то есть релизнутые модификации, готовые к использованию. Также есть в состоянии альфа-бета, то есть, ну, еще относительно в разработке. А есть вообще такие модификации, которые еще полностью находятся в разработке. Например, LVUI, ну или LVUI. Разные люди называют этот аддон по-разному. Но все же у него есть аналог, например, TukUI. По-моему, он где-то ниже. Да, он под номером 83. Хотя и он тоже еще находится в разработке. В общем, если так полистать, то можно очень-очень много всего интересного найти. Что я нашел для себя? Ну, я нашел для себя, например, Atlas Loot. Прекрасный аддон. Аддон AUX является якобы лучшим аддоном для аукцион-хауса, для аукционного дома. Но я не думаю, лучше я скачаю AUX-аукционер, как-то адаптирую его под себя и спокойно буду с ним играться. Advanced Interface Options, который позволяет CVR настроить, его значение для игры. То есть, чуточку приятнее сделать. Там особая настройка. Те, кто устанавливал себе хоть раз аддон, прекрасно знают, о чем речь идет. DBM можно установить себе. Details можно себе установить. Что еще можно установить? GotError, например. Достаточно классным аддоном, конечно, является Azeroth Autopilot Classic. То есть, нам там по стрелочке все будет писать абсолютно этот аддон, как что прокачиваться, как что делать. И с целью скачки вообще в принципе любого аддона мы просто-напросто переходим по ссылке, открываем ее, скачиваем и потом, скорее всего, просто-напросто сами вручную загоняем все это в клиент игры. Хотя, может быть, некоторые, конечно, модификации можно скачать и с твич-клиента, с курс-форджа, но такое навряд ли. Под большинство аддонов все это сделано. То есть, что-то, например, с гитхаба идет, что-то, окей, с курс-форджа, что-то с каких-то старых сайтов, варкрафт-таверн я вообще о таком сайте впервые слышу. То есть, смотрите внимательно, откуда что качается и немножко придется помучиться для установки каких-либо модификаций. То есть, аддонов очень много и устанавливать реально нужно те, которые вам будут нужны. Опять же, повторюсь, если вы хотите окунуться в первозданную игру, то никакую модификацию ставить для себя не нужно. Думаю, потом сделаю еще видосик о конкретно лучших каких-либо модификациях для World of Warcraft Classic. Если вам это в будущем будет интересно, дайте об этом знать в комментариях. Я посижу, поизучаю абсолютно все эти модификации. К тому же, я уверен, они еще будут дополняться. Так что посмотрим, время покажет. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Ссылочка будет в описании. До скорого.